Каждый день для них новый вызов. 13 ноября отмечается Международный день слепых. Наша съемочная группа встретилась с одним из тех, кто лишен возможности видеть окружающий мир привычным для нас образом. С подробностями Александр Ермолаев. В Краснодаре проживают более 1300 незрячих людей. Кто-то не видит с рождения, некоторые лишились этой возможности, уже будучи взрослыми. Но каждый день они среди нас. Ходят на работу, влюбляются, поют песни, пишут стихи. Вот только мы их, к сожалению, не замечаем. Для Евгения четырехлетний лабрадор-ретривер по кличке Тина не просто питомец. Это верный друг, помощник и член семьи. 2005 год разделил жизнь Евгения на до и после. На фоне диабета возникли осложнения, которые привели к необратимому. Теперь его глаза – Тина. За два года они научились понимать друг друга на уровне инстинктов. Но первое время было непросто. Было, когда первые два месяца мы только начали с ней работать. Вот она упиралась, упрямилась и не хотела идти. И получалось так, что не она меня вела, а я ее за собой тащил. Она не упиралась, но она еле-еле передвигала лапами. Евгений признается, каждый день – это новый вызов. Будь то поездка в общественном транспорте или поход в магазин за продуктами. Но если раньше он повсеместно сталкивался с непониманием, сейчас ситуация улучшилась. И причина тому – сами люди. Теперь и помощь предлагают чаще, и шепот за спиной услышишь реже. Но останавливаться на достигнутом, считает Евгений, еще рано. Сами незрячие бывают очень неадекватно, реагируют на те моменты, когда им предлагают помощь. Это очень печально. Они ведут себя агрессивно, ведут себя не сдержанно. Надо и нас, незрячих, тоже учить, чтобы мы к обществу относились более благосклонно и лояльно. С удовольствием Евгений демонстрирует нам медали. Золото за победу на соревнованиях мы с хозяином вдвоем. Это ежегодное состязание, которое проводит школа в городе Купавна, подготавливающая собак-поводырей. Те награды, что крупнее – командные соревнования по ГТО среди незрячих людей. И таких соревнований, да и мероприятий в целом в Краснодаре тоже проходит немало. Действует ряд государственных и региональных программ, которые призваны сделать жизнь людей с ограниченными возможностями легче и комфортнее. Сейчас разработана программа совершенствованной системы реабилитации инвалидов. Это вот комплексный подход различных ведомств для помощи, в том числе, лицам с ослабленным или потерявшим зрение. В городе Краснодаре у нас есть специализированный центр для реабилитации детей инвалидов. Планы у Евгения далеко идущие. Он частый гость на мероприятиях, которые проводятся для незрячих людей. Рассказывает, как получить собаку-спутника. Вместе с Тиной демонстрируют навыки дрессировки. А еще увлекается танцами. Ходит в студию, где разучивает различные па и ставит новые цели. В ближайшее время планируют громко отпраздновать свой день рождения. Александр Ермолаев, Евгений Литовко. Телекомпания «Краснодар».